510-е годы, ну начиная с Франции, то есть я обычно с запада, просто на восток иду географически. Хлодвиг к 511 году продолжил захваты, кое-какие мелкие племена, и вот в итоге у него была довольно большая держава. Хлодвиг также кодифицировал право франков, то есть солическая правда так называемая была издана. Это в принципе один из самых ранних источников по тому праву, которое было у германцев, и вообще вот на вот этих территориях, в Арусских королевствах, которые они установили, и поэтому она очень активно изучается даже в вузах, обязательно солическая правда. Потом вот из традиционного права германцев и из римского права фактически и формируется право современных государств Европы. Но в солической правде общество трудно назвать его каким-то определенным. Кстати, в русской правде Ярослава Мудрого тоже. То есть там есть рабы, там есть крепостные, в основном все-таки общество из свободных людей состоит. Там есть определенные права у короля, вот у вождя, есть у местных аристократов. То есть как бы там все вот помаленьку есть. То есть нельзя сказать, какие вот отношения в этом обществе доминируют, оно многоукладное фактически. Ну да, оно будет эволюционировать в сторону феодального. Но это немножко так вот позднее будет. В принципе, эта эволюция пошла, там зависимые крестьяне у них есть, и их количество будет постепенно увеличиваться. Это будет основной такой класс, который будет работать, но не в шестом еще веке. То есть поэтому тут скорее такая переходная экономика, что фиксируется и в солической правде. Хлодвиг продолжал поддерживать католическую церковь, а церковь продолжала поддерживать его. То есть собрали собор французский в Орлеане 511 года. Там, в общем, такая уже независимая французская церковь была, и они прославляли этого Хлодвига. 27 ноября 511 года он умер и разделил государство между сыновьями. Тут, кстати, вот лекторы американские, я слушаю также американские лекции по вот этому всему поводу. Вот они отмечают, что римские императоры никогда не делили, потому что римские императоры считали свою должность все равно как бы вот неким сервисом, неким служением государству. То есть все-таки государство для них было республикой, это какое-то общественное дело, вот эта вся Римская империя, да. И император, и хоть он наследственно попал, хоть его выбрали, все равно он как бы выполняет некие функции перед обществом. Общество владеет этим государством все равно. А Хлодвиг он это все воспринимал как собственную, блин, деревню, как собственный сарай. Вот умер, поделил между сыновьями, и ладно. Вот наследство разделили. То есть это немножко не тот подход, не тот, который национальное государство даже. Ну, в общем, Франция еще только формировалась, поэтому непонятно было, то ли это все личные владения конкретного вот этого Кловиса, Хлодвига, то ли это, блин, республика. Если это республика, то где тут публика, то есть где тут народ. Ну вот, в целом эти сыновья жили в десятые годы мирно, войн больших не было, но войны скоро начнутся. Дальнейшие. В самом пределе они все в конечном итоге какие-нибудь религиозные оправдания давали. Ну так вот, известно, что император Анастасий был монофизит. Монофизит это фактически означает, что он ориентируется на греков Александрии, которые были монофизитами. Ну, не то, что на армян, но, так скажем, на восточной провинции. Там армяне были монофизиты, но там было и греков на востоке тоже много монофизитов. В 511 году в храме, в дворцовом, то есть в том храме, в котором молился император, начали исполнять гимны в монофизитском трактовке. Кстати, православную строили там погром и драку. Анастасий император, значит, предъявил это все патриарху православному, а патриарх продолжал вот это все бедное население столицы настраивать против императора на том основании, что император еретик, даже в церквях столицы начали монофизитские тексты исполнять и так далее. В результате начал Анастасий император против патриарха православного, естественно, вести политическую деятельность, доказали, что он педераст, доказали, что он сам еретик, и в 512 году его за педерастию арестовали и сослали. Назначили другого патриарха, который более терпимо к этому монофизитству относился, и продолжали вставлять монофизитские тексты во все основные официальные церкви. В принципе, это означало, что монофизиты господствуют, причем православные-то возмущались. Этим всем миросборками воспользовался Виталиан, то есть район Константинополя, он все-таки скорее католический был, и Греция непосредственно сама. Ну, католический и православный на тот момент не отличаются, потому что они еще не разделились, поэтому я эти слова пока употребляю как синонимы, католический и православный. Ну, от района был католический Виталиан, это полководец во Фракии, который был. Ему там что-то недоплатили, какие-то деньги, он посчитал, что недоплатили, и он выставил себя как подборника православия, восстал, дескать, это восстание православных против монофизитов, осадил Константинополь, после чего ему все бабки заплатили, и он, значит, ушел. Ему пообещали, что религиозные проблемы будет папа римский тогда решать, как такой нейтральной фигуры, которая не зависит ни от кого в Византии и так далее. Кроме того, авторитет, да, так как он римский папа. Ну, он вернулся в Добруджу после вот этого всего Виталиана, там его решили все-таки арестовать и убить сторонники императора. Секретно. Там в Византии уже развита была разведка, контрразведка, политические интриги и так далее. Узнав, что его хотят тихо-мирно арестовать и по возможности убить, он сам ударил, убил наместника императорского этой самой Фракии, то есть Болгарии этой современной, да. Опять пошла война, он на помощь себе начал как раз этот самый Виталиан привлекать опять варваров, он вовлек гуннов, которые все равно где-то рядом были. Причем как-то так вот пишут, гуннов-булгары, то есть, видимо, вероятно и тюрков, потому что булгары это тюрки. Где-то в степях Украины оставались разбитые гунны и, вероятно, там уже были и тюрки. Вот эти все племена он начал вовлекать в борьбу против византийского императора и позднее и славян тоже. Вот он построил флот на Дунае, опять двинулся на Константинополь, опять с ним заключили мир, обещали, что будет опять православие восстановлено в империи, и выплатили ему опять кучу бабок. В это время опять началось потихоньку вторжение гуннов, так как безобразие на границе, и пользуясь тем, что граница плохо охраняемая, начали напирать гунны и славяне. Поэтому Анастасия этим воспользовалась, опять сместил этого Виталиана, что он плохо границу держит, опять восстановил вероотерпимость, то есть не будет никакого диктата православия в империи. И опять продолжилась война. В 516 году опять была осада Константинополя, тут уже явно, скорее всего, он привлек славян по всем признакам. Его разбили, он бежал опять до Бруджу. В это время началось уже вторжение славян натуральных, дунайские геты называли. В 517 год уже в Македонию, где славяне потом осядут, и в Иллирию, то есть Югославию, которая будет полностью славянская, пошло массовое вторжение славян, и византийцы в условиях этих всех религиозных войн каких-то серьезных мер не могли принять. В 518 году умер Анастасий, после чего были крупные восстания в столице, различные фракции предлагали своих императоров, то есть различные фракции, как религиозные, так и социальные, там беднота собралась, кого своего императора выбрала, там различные кланы богатых каждый своего императора выбирал. После длительного братака, разбора, драк, всяких этих вооруженных действий, выбрали императором Юстина. Юстин вроде как был православный, поэтому Виталиан решил, что он теперь герой борьбы за православие, его амнистировали, он стал консулом, с почестями вернулся в столицу, и как только он в ближайшую баню пошел, на выходе из бани его там прирезали, Виталиана, потому что все равно никакие повстанцы, хоть православные, хоть никакие империи бы не нужны. То есть Юстиниан как раз православный, но этого повстанца ее зарезал. Поскольку не было никаких законов о престолонаследии римских, и императоров часто вот так вот выбирали всей толпой, и раньше, как я рассказывал, продолжались заговоры, то есть у него уже никаких гарантий не было выраженных в том, что он сын там какого-то еще императора. Вот его толпой избрали там непонятно кто, но продолжались всяческие восстания. Был заговор о романте. Тоже там трех человек казнили, кто-то там бежал, кто-то там ничего им не было. Продолжаются сложности вот эти религиозные. То есть фактически два предыдущих императора, Изенон и Анастасий, были монофизиты, и теперь пришли к власти опять православные. Египет, Антиохия и Сирия – это регионы, населенные в основном монофизитами, либо неистарианами, и они фактически под монофизитским... В монофизитских структурах действуют также сепаратисты. То есть фактически вот эти все монофизитские движения являются египетским сепаратизмом. Монофизитские структуры развиты, они же были легальными в предыдущих императорах. У них там монастыри развелось, там множество монахов, священников, теперь их всех смещают со своих должностей, раз православные класти пришли. Все это теперь оно бегает по стране, восстание организует, проповедует все свои ереси бесконечные. Нистариане фактически заключили союз с перцами, базу переместили в Персию, и теперь неистарианские все ячейки на стороне империи, они работают на Персию, естественно, потому что центр неистариан теперь в Персию. То есть в Персии христианство признается форме неистарианства, и, кстати, оно там будет господствовать. Эфтолиты примут неистарианство, и весь Восток будет неистарианство признавать, тем самым они фактически не подходят. То есть они под власть скорее персов подпадают, если они неистарианят, чем под власть византийцев. Но я имею в виду религиозную власть. Ариане в основном на Западе, и Озгодское королевство, вот это, значит, Теодорих, о котором я регулярно рассказываю, оно в основном арианское, хотя веротерпимость там, в принципе, всех религий. В условиях вот этого всего протока и войн в 516 году они признали Озгодское королевство и перестали с ним воевать. То есть на Западе у них там еще и ариане, и все, кто там готы в этой империи германцы, они тоже, значит, скорее всего ариане. Определенно действуют в это время манихеи, но манихеи для византийцев уже скорее такая несистемная оппозиция. В манихействе они постоянно друг друга обвиняют. И, кстати, заговор против Юстина, вот о котором я говорил последний, это считается заговором манихейским в их историографии. Но вот в таких условиях не совсем понятно, это обвинение или это действительно манихеи. Манихеи точно есть, но это вот такая, это уже несистемная оппозиция манифизита, это массовая такая системная оппозиция, да. А манихеи вот скорее такие вот уже, как у нас, типа Навального, да, там вот которые в Вильнюсе собираются. То есть манифизитов можно сравнить, наверное, с Жириновским, то есть это как бы оппозиция, но она в парламенте представлена, да, то есть как бы им и полагается ругать, да, правительство. А вот манихеи это уже все, это, короче, типа тяжелый случай, они считают императора сторонником дьявола, всех попов, что поклоняются дьяволу и так далее. То есть у манихеев более радикальные представления были по поводу Византийской империи, то есть они считали царством зла. Поэтому, соответственно, они такие полулегальные, но фактически, поскольку была веротерпимость, опять же, при Анастасии, фактически манихеев не преследовали, и их развелось довольно много, и православные обвиняли, в том числе и Анастасии, что он развел манихеев, и он их не преследует. Какое-то время они были, видимо, легальными, и про это пишут хронисты византийские, и вот опять пришли к власти православные в 518 году, опять всех запретили, кроме себя, в том числе запретили и манихеев. Но это никак не способствовало стабилизации страны, в которой большинство населения были разного рода еретики с точки зрения православного, и все это только негативно, на самом деле, сказывалось на положении дел Византии. Но вот придет потом к власти Юстиниан, и ему со всем этим придется иметь дело. История Зунуваса интересная. Это юг Аравии, химвейеритское царство, царь Йемена он был. Йемен, в принципе, это была точка торговли между Византией и Эфиопией. Там господствовали христиане, причем именно православные. Ну, то есть без византийской ориентации и исповедания. Вот царь Йемен, он принял иудаизм. Тут непонятно, каким образом он, видимо, был связан с еврейскими торговцами Палестины. Принял иудаизм, перекрыл это все. То есть там могли торговать теперь только иудеи, и иудейское царство было там. Поскольку все вот эти крупные города христианские, в особенности Наджан, они ориентировались на христиан и на Византию, он их осаждал и убивал там христиан. Насколько это политика, насколько это религия, непонятно. И причем тут иудаизм тоже не совсем понятно. Это надо со специалистами под иудаизм разбираться. Ну, вот, в общем, под флагом иудаизма он уничтожал арабских христиан. Все это к тому же приводило, да, к тому, что он перекрыл торговлю между Эфиопией и Изантией с большими потерями торговыми для тех и для других, и нажился на том, что ограбил и разрушил христианские богатые торговые города Азуноваса. Ну, это все потом приведет к тому, что Юстиниан, когда придет к власти, отправит туда экспедицию, всех убьет, восстановит там христианское царство и так далее. Вот это, кстати, это надпись Азуноваса на экране. Ну, вот такая вот странная немножко история, но вот она так как раз происходит довольно яркая. Как раз вот эти 510-е годы.